В эту субботу в Подмосковье состоялся пятый пленум ЦК КПРФ, на котором мы обсудили очень важный вопрос, опыт советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов. На пленуме с основным докладом выступил лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов. Надо отметить, что это было очень масштабное мероприятие, в котором принимало участие более 600 человек, представители Левопатриотического народного фронта, руководители наших предприятий, народных предприятий, губернаторы, коммунисты Андрей Колычков, Алексей Русских, Валентин Коновалов, мэр Новосибирска Анатолий Локотьев, и многие наши депутаты и руководители. Пленум ЦК партии состоялся действительно в ответственный момент, когда коллективный Запад развязал войну против нашей страны. И нам очень важно было на этом пленуме изучить тот богатый опыт, который был накоплен Советским Союзом, тот опыт, который есть у нашей партии. И этот опыт, конечно, необходимо реализовывать. 2022 год очень ответственный для нас тем, что в этот год у нас проходит отчетно-выборная кампания в партии. Наша партия очень сильная, мощная структура. Это около 14 тысяч первичных партийных организаций, 2,5 тысячи местных организаций. И вот эта вот вся мощная машина готова реализовывать те решения, которые были приняты. Готовы реализовывать программу, антикризисную программу 20 неотложных мер по преображению России. Ну и те решения, которые принимаются в том числе и здесь, в Государственной Думе нашей фракции. Одним из ключевых организационных моментов является укрепление депутатской вертикали. У КПРФ по всей стране более 11 тысяч депутатов, и наши фракции сейчас активно на местах обсуждают и федеральные бюджеты, и региональные бюджеты. Одна из тем, которых звучала на Пленуме, это серьезная реформа избирательного законодательства. В канун Пленума здесь, в Государственной Думе, состоялись парламентские слушания, посвященные представленному нами избирательному кодексу Российской Федерации. И в ближайшее время с привлечением экспертов, юристов, политологов мы во всех регионах проведем похожие парламентские слушания и круглые столы. Ну и дальше будет следующий шаг, о котором сказал лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов. Та рабочая группа, которая работает над избирательным кодексом, представит в течение следующего года изменения в Конституцию Российской Федерации, свой проект Конституции Российской Федерации. Наша партия, это партия, которая сражается. Партия, которая направила уже 103 гуманитарных конвоя на Донбасс. Партия, которая направила на линию фронта более 500 добровольцев и наших бойцов, которые воюют за нашу Родину. Мы на плену и Центрального комитета партии почтили память 9 коммунистов и комсомольцев, которые погибли в эти месяцы, защищая свою Родину. И говорим твердо, что мы будем продолжать эту борьбу, борьбу за будущее. Мы в ближайшее время завершим формирование мощных региональных отделений в четырех новых регионах Российской Федерации, в Донецкой и Луганских народных республиках, в Херсонской области, Запорожской области. И после формирования территориальных органов юстиции проведем государственную регистрацию. Ну и еще, конечно, важной задачей, которая стоит перед нашей партией, это поддержка трудовых коллективов, развитие профсоюзного движения и, конечно, активизация по защите прав и интересов граждан, на которой капиталисты пытаются свалить самые серьезные тяготы в связи с санкционной политикой и осложнением работы нашей экономики. Партия отмобилизована к решениям поставленных задач. Ну а 2023 год – это год серьезных выборов. В 40 регионах состоятся выборы законодательных собраний, губернаторы, местные органы власти. Ну и, конечно, в конце следующего года, исходя из того, что в марте 2024 года должны состояться выборы президента Российской Федерации, мы проведем съезд, определимся с кандидатурой, но мы серьезно готовимся ко всему избирательному циклу. Через 43 дня наступит тот момент, когда исполнится ровно 100 лет с момента образования Союза Советских Социалистических Республик. Тем самым мы подведем итог пятилетки больших юбилеев, юбилеев знаковых для нашей страны и всего мира. Эти пять лет начинались с празднования 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, когда мы провели масштабные мероприятия, события здесь, в России, в Москве, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в том числе с участием 130 делегаций из разных стран мира, представляющих наших соратников, дружественные нам левые партии и международные организации. И, конечно, вот тот доклад, который был рассмотрен на пленуме Центрального комитета, из которого выступал Геннадий Андреевич Зюганов, опыт советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов, он, конечно, был приурочен к этой дате. Мы очень внимательно посмотрели на опыт советского социалистического строительства, с тем, чтобы дать ответы на самые важные, самые принципиальные, самые значимые вопросы текущей действительности. Поэтому, конечно, доклад затронул такие крупные проблемы, как ситуация на Украине и вокруг нее, итоги 20-го съезда КПК, тему образа будущего, тему борьбы за права трудящихся рабочего класса и крестьянства, и отметил те великие подвиги советской страны, Советского Союза, которые являются абсолютно знаковыми для мировой истории. Во-первых, это, конечно, подвиг возрождения, когда страну, практически разрушенную в результате Первой мировой войны, в результате бездарных действий царского временного правительства, в результате иностранной интервенции и гражданской войны, удалось скрепить благодаря экономическим решениям Ленина, прежде всего благодаря Гойлру и НЭПу, а затем и благодаря целому ряду политических решений, включая проведение гениальной, абсолютно выверенной национальной политики, результатом которой и стало в том числе образование 100 лет назад Союза Советских Социалистических Республик. Это подвиг созидания, когда страна в течение первых сталинских пятилеток создала колоссальную индустриальную мощь, оборонный комплекс, ликвидировала неграмотность, создала крупные научные учебные центры и во всероружии встретила гитровское нашествие. Это подвиг гуманизма, подвиг, который прямо предопределен самой сутью советской власти, которая хорошо понимала, что все слова об избирательных правах граждан, о свободе слова, о демократии не стоят ничего, если у тебя нет средств на элементарное существование, если ты не получил нормальное образование, если ты беззащитен перед болезнями и эпидемиями. Все эти проблемы блестяще решались, и при этом советская народовласть как никогда ранее обеспечила и то самое право голоса, которого женщины во многих буржуазных странах еще десятилетиями были лишены. Среди подвигов советской социалистической системы, конечно, и подвиг солидарности, когда народы учились вместе жить, преодолевать прежние разногласия, которые достались в наследство от сложных исторических периодов, вместе сплачивались, боролись с фашизмом. Этот подвиг солидарности позволил не только сломить хребет фашистскому зверю, но и создать по окончании Второй мировой войны целую систему социалистических государств, которые предложили миру альтернативу, показали, как нужно бороться с капиталистическими кризисами. И все это абсолютно актуально сегодня, сейчас, когда буржуазный мир, мир капитала опять вверг нашу планету в состояние колоссальных противоречий острейшего кризиса. Вот опыт советского народовластия показывает и демонстрирует, что нам нужно брать из прошлого, для того, чтобы идти в будущее, не боясь этих самых кризисов и не боясь других испытаний. Значение того пленума, который прошел, значение его очень велико. Впереди пленумы региональных комитетов партии, местных комитетов партии, первичных партийных отделений, где результаты пленума будут самым тщательным образом изучены. Мы включаем эти материалы в партийно-политическую учебу на ближайший год, а впереди прекрасный концерт, на который приглашаем всех 8 декабря в колонном зале Дома Союзов, посвященный 100-летию образования СССР. С наступающим праздником вас! Спасибо! Спасибо!